В день общероссийского голосования по поправкам Конституции проголосовал и глава администрации Владимира. Сити-менеджер Андрей Шохин прибыл на участок около полудня. По прописке глава администрации голосует во дворце детского и юношеского творчества. Как и все на входе, Андрей Шохин после термометрии получил средства защиты с одноразовой ручкой. Встречают избирателей и члены комиссии в полной экипировке. Данные паспорта сверяют на расстояние. В руки документ брать запрещено. Пожалуйста, с ручкой. Бюллетень. Ручкой проходите в кабинет. Урна с бюллетенями находится не на обычном месте. В этот раз участок для голосования перенесли из привычного мраморного зала в фойе. Знаете, непривычно было. Я подошел и сразу хотел пройти в тот зал, помните, где мы всегда голосовали, а тут в фойе. Но это, конечно, сделано целью безопасности, безопасность прецедентная. Я всегда привык, всегда с детства голосую за достижение совершеннолетия. И вот сегодня тоже, ну как обязательно, я считаю, это процедура для каждого гражданина, чтобы он отдал свой голос, свою волю и излияние. Глава администрации напомнил, что основной закон страны был принят еще в 93-м году. Почти за три десятилетия жизнь и общество изменились. Поэтому, считает Андрей Шохин, и нужны были соответствующие поправки в Конституцию. Очень много социальных поправок. Это очень хорошо. Гарантии для ветеранов наших, для более старшего возраста. Гарантии для наших детишек очень много прописано. Что мне особенно ближе, это, знаете, это то, что очень много поправок касается именно суверенитета и целостности нашего государства. На участке в ДТЮ председатель комиссии отмечает достойную явку. Планировалось, что в день будет не больше сотни избирателей, а тут за первую половину единого дня голосования уже 90. Среди них и пенсионер Владимир Плетюхин. Житель Владимира не пропускал ни одного голосования. Из поправок понравилась ежегодная индексация пенсий. Потому что это нужно для нашего государства, для общего блага, всего народа. Ну и для себя, и для моих детей и внуков. Гражданский долг в финальный день голосования решил выполнить и прокурор области Игорь Пантюшин. На свой участок в ДТЮ пришел в гражданской одежде и респираторе. Отметил, что в целом голосование проходит спокойно. Впрочем, пять обращений от избирателей прокурором с правоохранителями рассмотреть пришлось. Кто-то отказался участвовать в голосовании без маски, что это не обязательно. В таком плане члены избирательной комиссии обязывали его одевать маски и принимать меры предосторожности. Жалобы на ДТИК были. Были фейковые сообщения о том, что где-то на коленке пытались проголосовать. Проверка МВД проводила, никаких фактов не подтверждено. Напомним, плебисцит начался 25 июня. Голосование растянули на неделю из-за пандемии коронавируса. Голосовать можно было на привычных участках, а также прямо на улице. Для этого в отдельные дни в разных районах города были развернуты палатки. Всего для голосования по поправкам в Конституцию во Владимире был открыт 141 участок.